Экологическая акция «Наш лес» Награждение лауреатов премии «Наша Подмосковья» и конкурсы «Лучше по профессии» в сфере культуры День знаний, урок России, если они доброшали год перинатальному центру и 15 лет спорткомплексу Подмосковья Здравствуйте! В эфире программа «Говорим о главном» в студии Олесы Богданова Сегодня мы подводим итоги сентября Начнем с главного политического события сентября Как будет развиваться Московская область в ближайшие 5 лет? Определили курс движения вперед жители региона 9 сентября В единый день голосования прошли выборы губернатора За пост боролись 6 кандидатов Одержал победу действующий глава региона Андрей Воробьев Давайте вспомним, как проходил процесс голосования в Щелковском районе Подмосковье Люблю, голосую Вполне логичный лозунг для выборов губернатора Московской области прошедших 9 сентября Ведь каждый, кто любит свою малую родину Подмосковный край, Щелковский район не остался в стороне и исполнил свой гражданский долг С 8 утра до 8 вечера продолжалось голосование Мы пришли голосовать за чистое, красивое и сильное здоровье Подмосковья За движение вперед Темп задали, надо продолжать Поэтому отдали свой голос За то, чтобы мы все вместе шли вперед С самого утра к голосованию присоединились жители Щелковского района В их числе врачи и педагоги, общественники и предприниматели 119 из 126 избирательных участков были оснащены КАИБами электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней призванными сделать процесс голосования более открытым, прозрачным, комфортным для жителей и членов участковых комиссий Активно за ходом выборов наблюдали представители общественности и депутатский корпус в том числе депутаты Московской областной думы и муниципального парламента Итоговая явка по Щелковскому избирательному округу, куда помимо нашего района входят также городские округа Звездный городок, Черноголовка, Фрязино, Лосинопетровский и Богородский составила 35,68% от общего числа избирателей По результатам голосования с убедительным отрывом победил действующий губернатор Андрей Воробьев Он набрал более 60% голосов На втором месте член партии КПРФ Константин Черемисов почти 14% Кирилл Жигарев, представивший ЛДПР, набрал 6,78% голосов Лилия Белова от Альянса Зеленых около 6,5% За представителя партии Роста Бориса Надеждина проголосовали порядка 5% избирателей Ну а за Справедливого Роса Игоря Чистюхина чуть более 4% Традиционным событием сентября уже можно назвать ежегодную областную экологическую акцию «Наш лес – посади свое дерево» В этот раз в ней приняли участие более 5000 жителей Щелковского района Центральной площадкой стало поле на Фряновском шоссе вблизи поселка Литвинова Свой вклад в восстановление лесного массива вынесла и съемочная группа Щелковского телевидения Шестой год в Подмосковье проходит массовая акция по посадке деревьев Щелковский район, как всегда, один из самых активных И в этом году подготовил 16 площадок Жители высаживали деревья во дворах и скверах Но главная цель акции, конечно, восстановить лес там, где он был уничтожен жуком-караедом Ежегодно проводится эта акция, которую инициировал наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев И мы вместе с вами сажаем наш лес Щелковский район – один из самых красивых районов Московской области И вместе сейчас мы с вами приумножаем и растим наше богатство В местах проведения акции участников ждало все необходимое Посадочный материал в большом количестве, инвентарь и рабочая униформа Питьевая вода и каша из полевой кухни, а также культурная программа Ежегодная экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево» Всегда проходит в атмосфере настоящего праздника А сегодня к этому празднику, как мы видим, присоединилась и погода Порядка 44 тысяч саженцев будут высажены на главной районной площадке В окрестностях поселка Литвинова Желающих принять участие в акции оказалось даже больше, чем планировали организаторы И подали дополнительные автобусы Атмосфера прекрасная Все прекрасно организовано Очень активно все включились в посадку деревьев Я очень люблю сажать елочки, потому что они очень легко сажаются Еще на природе это очень хорошо, когда ты дышишь природой и полезно В целом по району, по подсчетам организаторов, акция «Наш лес» собрала больше пяти тысяч участников Уже на следующий день ожидались дожди, но для будущего леса это даже хорошо Значит, все посадки приживутся Несомненно, восстанавливать лесной массив необходимо, но не менее важно сохранить то, что имеем Так, спустя неделю после областного мероприятия в Щелкове-7 и на Бахчеванжи прошла акция «Чистый лес» После летнего сезона жители, общественники, представители власти Приводили в порядок излюбленные места проведения пикников В результате общими усилиями удалось собрать порядка шести тонн мусора За добрые дела 72 щелковцы стали лауреатами ежегодной премии губернатора Московской области «Наша Подмосковья» Она вручается жителям региона, реализовавшим социально значимые для Подмосковья инициативы О ярких моментах шестой церемонии награждения смотрите далее Мы рады приветствовать вас на шестой церемонии вручения премии губернатора Московской области По красной ковровой дорожке идут лауреаты ежегодной премии губернатора Московской области «Наша Подмосковья» Все они из Щелковского района Каждый выполнил одно или несколько добрых дел, пользу от которых в той или иной степени ощутили жители нашего края Шестая торжественная церемония награждения прошла в Национальном парке «Русь» в Ленинском районе Премия «Наша Подмосковья» по-настоящему объединила очень неравнодушных, очень заботливых, внимательных людей Я прежде всего хочу поблагодарить всех вас за ваши добрые дела и за ваше активное участие в жизни Подмосковья и в жизни нашей страны В этом году премия «Наша Подмосковья» вручение наград происходит на чистом воздухе Вот, кстати, за моей спиной развернулись семь интерактивных зон, где участники премии и лауреат обмениваются опытом и узнают о том, что было сделано за год их коллегами Кстати, от Щелковского района 72 лауреата присутствуют здесь на вручении Делегации Щелковского района было вдвое больше Впервые на фестиваль приехали члены их инициативных групп В этом году район на четвертом месте по числу заявленных проектов В этом году у нас беспрецедентное количество лауреатов Мы 72 победителя имеем, лауреата Это очень здорово И победители все такие яркие, все такие многогранные И сегодня мы счастливые, приехали наконец на замыкающую церемонию В этом году соискателями премии губернатора стали 75,5 тысячи человек Ими реализовано 20 тысяч проектов Значительная их часть выполнена не одним человеком, а инициативными группами Победители и лауреата в этом году выбрано ровно 2018 Семь направлений, по которым принимали заявки на премию Охватывают все стороны жизни Подмосковья В зависимости от количества вовлеченных в проект людей Размер премии составил от 55 до 500 тысяч рублей Денежные сертификаты победителям вручали известные политики, общественные лидеры, народные артисты Призовой фонд, как и в прежние годы, составил 180 миллионов рублей От года к году народу, участвующих в этой премии, становится все больше и больше Это говорит о том, что действительно это востребовано, это интересно За шесть лет существования премии в конкурсе приняли участие более 200 тысяч человек Каждому удалось сотворить свое доброе дело Есть такие люди, которые делом своей жизни выбрали культурное просвещение Щелковский район в сентябре удостоился еще одной областной награды Директор Щелковского драматического театра Татьяна Ершова Стала обладателем премии конкурса «Лучший по профессии в сфере культуры» Звучит пролог к фолк-мистерии «Музыка Земли» Необычным произведением, сочетающим в себе мотивы народного творчества И возможности современных музыкальных инструментов Открывает новый сезон Московская областная филармония И также приветствует всех, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие культуры Подмосковья В том числе лучших из них Победители конкурса «Лучший по профессии» в рамках открытия сезона Наградил губернатор Московской области У нас в области порядка 2,5 тысячи учреждений И в сфере культуры задействовано 32 тысячи человек Это такая внушительная, мощная сила Я сегодня хочу поблагодарить вас всех за ваш труд, за вашу самоотдачу Спасибо По инициативе губернатора конкурс среди учреждений культуры проходит в четвертый раз Премии были удостоены 14 работников сферы Среди них сотрудники подмосковных школ искусств, библиотек, музеев И театрально-концертного центра «Щелковский театр» Его директор Татьяна Ершова получила награду в номинации «Творческий прорыв» Вы знаете, я получала ее с большим чувством радости Потому что это совокупный труд этого коллектива Он оценен этой губернаторской наградой Я бы хотела сказать, что здесь не только труд коллектива Здесь и труд комитета по культуре и туризму «Щелковского района» Здесь также и отношение администрации «Щелковского района» к этой отрасли Все вместе это позволило нам, нашему коллективу Занять такой высокий пьедестал, я считаю, на сегодняшний день За яркой формулировкой «Творческий прорыв» Стоит вполне конкретная непростая работа Всего три года назад состоялось слияние трех отдельных коллективов Театра, Духового оркестра и ансамбля «Распева» Театральная труппа переехала в новое здание, бывшей ДК «Славе» Чтобы вновь привлечь зрителей, потребовалась концепция развития Во многом благодаря ей учреждению удалось войти в программу «Театры малых городов» Появилось новое оборудование, премьерные спектакли За 2017 год число посещений театрально-концертного центра увеличилось на 50% Коллектив телерадиокомпании «Щелково» поздравляет сотрудников «Щелковского театра» Работников отрасли культуры и, конечно, всех лауреатов премии «Наше Подмосковье» Пусть этот успех мотивирует вас к новым победам Ну а теперь давайте вернемся в начало месяца 1 сентября школы Щелковского района распахнули свои двери после летних каникул День знаний традиционно открывает новую страницу в жизни учеников и их родителей, педагогов В этом году пороги общеобразовательных учреждений переступили более 22 тысяч ребят Из которых порядка 2,5 тысячи – первоклассники Как же проходили торжественные линейки? Звенит звонок, зовет на урок 1 сентября – волнительный день для всех ребят, их учителей И, конечно, для тех, кто сегодня впервые перешагнул порог школы Для меня это большой плаздник, когда дети все приходят в школу И поздравляют учителя с 1 сентября Так для 125 первоклассников распахнула свои двери Щелковская средняя школа номер один Глава района Алексей Валов называет ее своей подшефной И уже по традиции приезжает сюда в День знаний на линейку Создается такое впечатление, что первая школа не только внутренне обустраивается Но и по количеству деток, если взять два года назад было 320 детей То сегодня уже 615 детей, 5 первых классов 125 деточек идет в эту школу И мы понимаем, что этот процесс будет только увеличиваться Стоит отметить, новый учебный год школа встречает обновленный За подготовительный период учреждение заметно преобразилось Здесь были проведены капитальные косметические ремонты некоторых залов-помещений Обновились 16 классов, коридоры, столовая Впрочем, подготовительные работы к новому учебному году прошли во всех образовательных учреждениях района Учеников надо встречать во всеоружии Более 22 тысяч детей идут сегодня в школы Щелковского района И поэтому, конечно, для нас это праздник Было сделано очень многое Летом мы подготовили учреждения образования Для того, чтобы детям здесь было уютно Для того, чтобы педагоги могли, самое главное, давать им знания И развивать в них, знаете, тявы к тому, чтобы учиться 1 сентября – это всегда море цветов, улыбки и радость в глазах Особая атмосфера Ребята немного волнуются Для кого-то этот учебный год станет последним А кто-то только знакомится со своим вторым домом 1 сентября мы начнем уже готовиться к экзаменам ЕГЭ – это очень сложно для нас всех Это последний год, к сожалению, в школе Вот вообще нам уже всем грустно Потому что это наше последнее 1 сентября в школе В следующем году мы уже поступим в университет Или в колледжи, кто куда, и разойдемся Я хочу, чтобы меня научили английскому языку Я хочу, чтобы я всему радовалась Приходила домой, говорила маме, что я узнала все новое Несомненно, каждого ученика ждет много нового и увлекательного А помогать открывать мир знаний, конечно, будут учителя Надо сказать, что щелковские педагоги регулярно повышают свою квалификацию И улучшают показатели работы Так, 4 щелковские школы вошли в областной список лучших учебных учреждений По качеству работы руководителей Они должны были рассказать о проделанной за год работе После чего эксперты оценивали их сначала на районном, а позже уже на региональном уровне По итогам проверки в зеленую зону попали Щелковская гимназия, лице номер 14, школа номер 12 и номер 10 Другим образовательным учреждениям до попадания в зеленую зону не хватило всего несколько баллов Напомним, что в прошлом году в данный список входила только щелковская гимназия Наше поздравление К сожалению, есть в истории нашей страны и печальные страницы сентября Которые навсегда останутся в памяти Урок мужества в память о трагедии в Беслане Для учеников 12-й школы провел знаменитый детский врач Леонид Рошаль Который когда-то и сам там учился О чем говорил доктор Мира с ребятами С момента той страшной трагедии в Бесланской школе номер 1 прошло вот уже 14 лет Но и сегодня, спустя годы, боль за сотней невинных людей Погибших во время теракта не утихает Знаменитый детский врач, доктор медицинских наук Леонид Михайлович Рошаль Человек, посвятивший всего себя спасению жизни, детских жизней Ему столько раз приходилось буквально удерживать их в руках Так было и в те дни в Беслане Сегодня же этот человек дает урок мужества Ученикам щелковской школы номер 12 имени Чкалова Школы, где и он сам учился Его встречают с шумными аплодисментами Но сам доктор Мира начинает свой рассказ с минуты молчания В память о жертвах той трагедии в Беслане Жизнь непростая сейчас Все это знают Мы живем иногда по другим законам И есть недостатки у нас Но все равно Знаешь, вот когда куда-то уезжаешь А потом возвращаешься в Россию Приземляется самолет И вот сердце Я дома Один из пациентов Леонида Михайловича Сегодня обучается в школе номер 12 имени Чкалова Слова благодарности ребенок выражает стихами Так искренне Дай Бог вам здоровья И сил, и терпения Спасибо огромное Вам за спасение Всероссийская акция «Урок России» проходит во всех уголках нашей страны Но ученикам 12 школы очень повезло Ведь далеко не каждый день выпадает возможность задать вопрос человеку Что спас сотни людей, сотни их сверстников Великий такой человек Человек на самом деле герой Очень уважаемый Это была большая честь для нас Считаю, что таких уроков должно быть больше Чтобы молодое подрастающее поколение Могло набраться опыта От таких действительно великих и всемирно известных людей Доктор мира Как противопоставление войне и боли Он всегда бросал все самые важные дела И отправлялся в горячие точки Зачастую без приглашения Просто потому, что там в нем нуждались И именно поэтому, благодаря Леониду Михайловичу и его команде профессионалов Своевременному оказанию квалифицированной помощи Удалось спасти тысячи жизней Его урок мужества Реальность, в которой мы живем Ну а после проведения урока в 12 школе Леонид Рошаль принял участие в торжественной церемонии Открытия бюста Героя России Подполковника спецназа ФСБ Олега Ильина В микрорайоне Чикаловский 1 сентября 2004 года Подполковник спецгруппы ФСБ Вымпел Олег Ильин в составе своего подразделения Прибыл в Беслам, где террористы Захватили в заложники свыше тысячи детей Взрослых в здании школы номер один 3 сентября Ильин в начале операции по освобождению Заложников шел в авангарде группы спецназа И был смертельно ранен Лицом к лицу, столкнувшись с одним из террористов Я не хотел бы, чтобы когда-то нечто подобное Произошло еще раз Я был этому посвидетелем Мужественные наши парни Бежали под огнем Спасать детей Из горящей школы Даже без бронежилетов Они по-настоящему Защищали Родину Конечно же, все настоящие герои Но есть Олег Ильин, который жил в Венежо-Озерском Мы там везде поставили памятные доски Мемориальные И сегодня открываем ему бюст Бюст Олега Ильина Работы скульптора Салавата Щербакова Открыл Леонид Рошаль В присутствии руководства Щелковского района Главы города Щелкова и родственников героя Конечно, это очень важное событие В череде дней Для нашей семьи Ну, понимаете, прийти на кладбище Это одно А прийти к бюсту На аллею Куда можно прийти с семьей Во время отдыха Это совсем другое Для меня отец является большим примером Он мой герой Я равняюсь на него Смотрю на поступки, которые он совершал И надеюсь, что будут так же достоины нашей фамилии У нас родилась идея Все-таки открыли аллею героев На Чикаловской Поставить все бюсты героев Современности, героев России У нас их на территории более 15 человек Есть идея до конца их всех установить Здесь, на этой аллее Я думаю, найдутся неравнодушные люди И, в общем-то, с Божьей помощью Поставим все остальные бюсты Указом президента России От 6 сентября 2004 года Подполковнику Олегу Ильину Посмертно было присвоено звание Героя России В поселке Новый Городок На доме номер 2, где он жил Год назад была установлена Мемориальная доска А сегодня память Олега Ильина Увековечена на аллее героев В микрорайоне Чикаловский Год успешной работы Щелковский перинатальный центр Отметил первый юбилей И, несмотря на то, что учреждение Работает всего год Работа щелковских медиков Отмечена на высоком уровне Образовательные проекты Центра материнства и детства Признаны лучшими в стране Информация была озвучена В рамках ежегодного конгресса Специалистов перинатальной медицины Как работает учреждение сегодня Давайте посмотрим Пусть всегда будет мама Щелковскому перинатальному центру Исполнился ровно один год За этот период в Щелковском районе Здесь появилось на свет Более 3800 младенцев Все они родились здоровыми Благодаря специалистам, медикам и акушерам Этого замечательного медицинского учреждения Центр обслуживает 6 муниципальных районов И 7 городских округов Где проживают более 900 тысяч женщин Четверть всей Московской области В центре успешно выхаживают малышей Родившихся с критически малым весом Таких за год было 320 Самым маленьким пациентом Стал ребенок с весом 473 грамма Появившийся на свет на сроке беременности 23 недели Строительство центра велось под патронажем Губернатора Московской области В рамках государственной программы Здравоохранения Подмосковья У нас действительно очень большая амбиция Мы хотим быть лучшим перинатальным центром Не только в Московской области Но и заявить о себе на территории всей Российской Федерации Девочка родилась весом 1,870 Выписываемся 2,425 Очень быстро восстановилась Очень дружный коллектив Операция прошла просто Ну как бы очень умоленосно Оперативно сработали Все было отлично Все прошло хорошо Спасибо конечно докторам всем Которые в этом принимали участие Все было на высшем уровне Радостные эмоции счастливых родителей Цветы и подарки Славная история центра материнства и детства Только начинается А вот в летописи спортивного комплекса Подмосковья Уже много ярких страниц В этом сентябре главная спортивная площадка района Отметила 15-летие На базе УСК еженедельно занимаются 3000 человек Проводятся соревнования различного уровня Спорт в Щелковском районе развивается И они не разочаровывают Вот уже 15 лет забивают голы Берут медали на международных соревнованиях Показывают результат быстрее, выше, сильнее Целая веха в развитии физической культуры Щелковского района Связана с универсальным спорткомплексом Подмосковья Главная спортивная арена в сентябре отмечает юбилей Очень здорово, что у нас в Щелково, как у них наш дворец Который уже 15 лет наполняется спортсменами Живет, здесь проходят большие соревнования И безорозных, и всероссийские, и областные, и местные проводят соревнования Это очень здорово, это не всем дано Этот дворец является одним из лучших в Московской области УСК Подмосковья является базой сборных России по минифутболу и регби Двух спортивных школ района и Государственного училища Олимпийского резерва На базе УСК еженедельно занимаются 3000 человек А участвуют в соревнованиях более 60 тысяч спортсменов в год Здесь подрастающему поколению доступны практически любые виды спорта Футбол и минифутбол, легкая атлетика и художественная гимнастика, каратэ, дзюдо, даже черлидинг Конечно, спортивных успехов невозможно достичь без работы высококвалифицированных сотрудников В первую очередь тренеров, когда-то завоевавших немало медалей А теперь передающих опыт будущим чемпионам Они мне как родные У нас здесь и тренировки проходят, и соревнования, естественно Очень дружный коллектив От охранников и до директоров Поэтому очень рады здесь тренироваться Очень рады Потому что уже им исполнилось 15 лет, и это как бы уже много После школы они сразу в школьной форме с портфелями бегут сюда Для того, чтобы увидеть своих тренеров и позаниматься Когда их спрашиваешь о уроке, когда уроки говорят «потом», потому что первое и самое важное для нас это занятие спортом Здесь комфортно, здесь есть различные оборудования для того, чтобы позаниматься удобно, в шаговой доступности Не раз маневший стадион комплекса становились арены для спортивного зрелища всероссийского и международного уровней Здесь играли и тренировались легендарная команда «Спартак-Щелково», знаменитый клуб «Динамо Московская область» В свои 15 спорткомплекс продолжает развиваться, поддерживая тренировочную базу на высоком уровне Мы сумели постоянно проводить обновление нашего спортивного комплекса И содержать его в лучших условиях, чтобы дети и взрослые могли удобно заниматься спортом Таким насыщенным на события и мероприятия в разных сферах жизни стал сентябрь 2018 Какие новости принесет нам октябрь, скоро узнаем Мы смотрели программу «Говорим о главном» Для вас работала Олеся Богданова и мои коллеги службы информации До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова